Я хочу у каждого из вас сегодня порадовать и вдохновить то, что у Бога для каждого из нас есть предназначение. И импульс Духа Святого, он связан не только с каким-то мимолетным желанием сделать что-то. Импульс Духа Святого порой связан с той вечностью, куда Бог нас ведет, с тем предназначением, куда Он нас водит. И не всегда это сильный-сильный гром или какие-то определенные барабаны. Иногда это бывает тихий нежный голос, иногда это бывает призыв во время проповеди, иногда это бывает призыв от наших наставников, от наших лидеров. Давайте мы откроем Слово Божье и прочитаем числа 10 глава с 1 стиха. И сказал Господь Моисею, сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия стана. Когда затрубят, ими соберутся к тебе все общество ко входу в скинь и собрание. Тогда одной трубой затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят они отправление их, трубою пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надо бы нас собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами. И будете воспомянуты перед Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячья ваши трубите трубами при всесожжениях ваших, при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш. И вот Бог Моисею сказал сделать несколько труб, сказал сделать трубы из определенного материала, как они должны выглядеть, и дал каждой трубе, или Бог дал каждому повеление, как трубить. И Моисей объяснил всему стану израильскому, какой звук будет для чего. И вот бывают некоторые вещи в нашей жизни, когда Бог начинает давать нам импульс Духа Святого, это как будто бы Божья труба. Иногда нам нужно против обстоятельств, слыша импульс Духа Святого, встать войной, а не расплакаться и не искать утешения. Иногда нам в каких-то событиях в нашей жизни нужно наоборот, когда мы чувствуем импульс Духа Святого, не воевать, но наоборот смириться. И чем больше у нас будет опыта с Богом, чем больше мы будем, так скажем, развивать в себе этот навык или эту чувствительность к Духу Святому, тем нам будет проще в определенных событиях нашей жизни. Когда будет война, Моисею Бог сказал, трубите трубой такой. И были случаи, когда трубили трубой, но люди они не слышали, и в этот момент люди попадали в бедствие. Я хочу сегодня вам сказать и ободрить кого-то, что каждый раз, когда мы чувствуем импульс Духа Святого внутри себя, это призыв к определенным действиям. И Бог Моисею сказал, когда затрубите вот так, все общество должно прийти к Скини. Когда затрубят вот так, сыны Аарона должны собраться. Когда затрубят вот так, должны лишь только прийти князья и тысячи начальники. Когда будет вот такой трубный зов, тогда будет праздник. Когда будет такой трубный зов, тогда это нужно вставать к войне. И у каждого из нас есть личный призыв. И этот призыв не связан лишь только с пониманием. Я призван. Каждого из нас Бог побуждает к определенным событиям и к определенным действиям, чтобы мы что-то начали делать. Это был Ветхий Завет. Сейчас Новый Завет. И кто-то может сказать, но нам не нужны медные трубы. Или где же эти медные трубы сейчас? В Новом Завете кто-то и так может сказать. Но в Новом Завете этот звук, это импульс Духа Святого в каждом из нас. И есть общий звук для всей церкви, когда Бог дает импульс Духа Святого для всей церкви. Это миссия церкви. Это видение церкви. Это откровение пастора. Это звук, который звучит для каждого из нас. И это импульс, чтобы мы действовали. Если мы слышим откровение пастора о чем-то, это не просто, как и еще одна проповедь, которую мы оставляем в конспект и забываем. Нет, это импульс к действиям. Если мы понимаем миссию нашей церкви, я вам напомню и прочитаю, что же значит миссия нашей церкви. Это познакомить людей с Иисусом, это обучить вере, это активировать дары и выслать людей в их судьбу. Это миссия нашей церкви. Это миссия твоя и моя. И мы в этом напрямую принимаем участие. И это не просто для знания. Или такие, сегодня есть современные слова, как бренд нашей церкви, да, в которой уже есть миссия. Мы понимаем, какое видение у нас, мы понимаем задачи, которые Бог ставит перед нами, как церковью. Но это также участие и лично каждого из нас в этом. Если мы знаем, что миссия нашей церкви, это чтобы спасались люди, это призыв к действию. Если мы знаем, что миссия нашей церкви, чтобы мы обучали вере, это миссия, это призыв к действию, чтобы ты прежде всего обучался вере, чтобы потом смог кого-то также обучить. Я могу дать только то, что имею. Почему сегодня у нас на уровне нашего собрания, на территории нашей церкви, есть разные школы, есть разные семинары, есть разные встречи, которые связаны именно с тем, чтобы обучать людей, чтобы людей снаряжать, чтобы люди приобретали новые навыки в своей жизни. Понимаете, о чем я говорю? Я могу дать только то, что я имею. Точно так же активировать дары. Каждый из вас, вы имеете определенный дар. У каждого из вас есть определенная благодать. Как сказал апостол Павел, каждый служит тем даром, исходя из той благодати, которую Бог дал тебе. У каждого из вас есть дар. Духовный дар. Как сокрушительный удар по тьме. Как дар, который дает вам продвижение и успех. Дар, который дает вам простор в жизни. И если вы лишь только об этом знаете, но вы не находитесь в такой среде, где это помогает вам активировать, где это помогает вам развить, где вы сам себе царь, где вы сам себе наставник, где вы сам себе лидер, где вы сам на сам принимаете решения, вы будете знать, что у вас есть дары, вы будете знать о вашем потенциале, но вы никогда не увидите в полной мере всю ту мощь и красоту, которую Бог поместил в каждого из нас. Псалмопевец пророчески, говоря о церкви, он сказал, вся слава чери царя внутри. Это пророчески о церкви. Что такое церковь? Это не знание. Это ты и я в отдельности. И пророчески псалмопевец говорил, вся слава Божья, все Божье могущество сконцентрировано в каждом из нас. Мы можем об этом знать. И мы можем проходить трудные обстоятельства и ощущать себя иногда удрученно, иногда подавленно, иногда как будто бы вот-вот-вот-вот и переломят тебя напополам. Ты можешь об этом знать, и ты даже на Бога можешь обижаться в этот момент, но можешь перейти к определенным действиям и сказать, во мне что-то есть, в меня Бог что-то поместил. И уже не быть под властью этих обстоятельств, а уже инициировать какие-то другие обстоятельства в своей жизни. Не быть под властью какого-то гнета, какой-то демонической атаки, но встать и заявить о себе. Послушай, ты, дьявол, я тот самый сын Божий, я та самая дочь Божья, я имею судьбу от Бога, и ты уже побежден. Всякое обстоятельство, всякая болезнь, всякий бес. Аминь! Это общий призыв для каждого из нас к действию. Я помню историю, одно это было на Украине, одна женщина вычислила секрет против дьявола, или у нее было такое секретное оружие. Она видела, как Бог действует через пастора, через ее. И когда дьявол атаковал ее, она дьяволу говорила так, дьявол, пошел вон, а то пастору расскажу. Это ее эксклюзивное откровение. Не знаю, у кого-то, может быть, и срабатывало так. Но я верю вот во что, что каждый из нас, мы призваны и мы помазаны. И когда мы слышим этот звук трубы, импульс Духа Святого внутри себя, побуждающих нас к определенным действиям, то нам нужно действовать. Нам нужно откликаться на этот призыв. Если ты слышишь призыв о волонтерстве, откликайся на этот призыв. Если ты слышишь призыв о служении, и ты чувствуешь, когда презентуют какое-либо служение, или когда говорят, нам в это служение нужны люди, или приходите к нам в служение, или участвуйте в этом мероприятии, или в том. И ты чувствуешь этот импульс Духа Святого. Продолжай не сидеть, но действовать. Что-то сделай. Пойди, возьми информацию, уцепись за кого-то, скажи, я хочу там быть. Аминь. От этого наше развитие. Это общий призыв. А есть такой локальный, личный призыв для каждого из нас. Написано в Марка 3 главе 13 и 14 стих. Потом зашел на гуру и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Это уже личный призыв для каждого из нас. Но внутри нашей церкви ты можешь иметь личный призыв. В Новом Завете есть 4 явных поручения для каждого христианина. Для каждого христианина. И не важно, сколько человек в церкви времени находится, не важно, какая для него духовная профессия, пастор, евангелист, или просто домохозяйка, или просто человек, который в такси работает. 4 вещи, как призыв для каждого христианина. Первое, чтобы мы были с ним. Чтобы мы имели живые отношения с ним. Это призыв. Это звук этой трубы. Это импульс Духа Святого. Когда я кого-то люблю, мне постоянно охота с ними быть. Вот люди, которые мне дороги, мне не надо ждать, что они меня позовут. Я сам организовываю все. Я говорю, что вы делаете вечером? Они, ну, мы к вам приедем. Мы берем торт, или берем мясо. Ну, в разные места мы ездим с разным. Мы уже знаем предпочтения. Глупо было бы сидеть, если тебе кто-то дорог, и тебе он важен, он в твоем сердце. Что-то он меня не зовет. Сидеть, дуться, обижаться и так далее. Но мы порой-то глупо поступаем. Замечали? Если тебе кто-то дорог, ты проявляешь инициативу. Ты кому-то пишешь, а мы что-то в бане давно не были. Ну, можно занять вот эту вот позицию, типа, а что, это меня не зовут? В баню все пошли, а меня не зовут. Нет, мы так устроены. Если кто-то нам дорог, если мы кого-то любим, мы всегда инициативны в том, чтобы с ними быть. Ну, так ведь или нет? Представьте Бог, Он нас любит, и Он уже проявляет инициативу каждому из нас. Вот почему кто-то из вас чувствует этот импульс, когда вы едете в автобусе. Просто помолись на языках хотя бы. Вот почему некоторым из вас во время какого-то рабочего процесса прилетает на память какой-то стих из Библии, чтобы Бог тебя, Он этим самым тебя пытается привлечь. Вот почему у каждого из вас иногда есть такой импульс внутри, где-то даже неудовлетворенность, где-то даже пустота. И ты понимаешь, в этот самый момент, откуда это взялось. Мне надо помолиться, мне надо поклоняться. Вот почему иногда, садясь в машину, ты уже не просто заставляешься, а послушаю христианскую музыку. Ты включаешь радио, но у тебя внутреннее ощущение, нет, что-то не то. Что-то не то. Вот почему иногда ты просыпаешься утром, а у тебя какая-то мелодия песни. Духовной, прославляющей Бога. У кого такое было? А еще когда приходишь в воскресенье, и вдруг тут такое поют. И ты стоишь и думаешь, вау, это дивно. Это импульс Духа Святого. Он любит нас, и Он хочет с нами быть. Это одна часть. Но Бог нас призвал во взаимоотношения, где Он ожидает точно так же обратной реакции от нас. Чтобы мы своей жаждой, своей ревностью, своим поиском к Нему, это побуждение к действиям. Это моя некая активность. Это мое внутреннее решение. Чтобы в этот самый момент Бога побудить к чему-то. Чтобы... А... Я рад. Чтобы не просто Бог тебя уговаривал побудь со мной. А чтобы Бог себя почувствовал любимым. Итак, первое, чтобы мы были с Ним. Второе, посылать нас на проповедь. Мы каждый здесь, находящийся в этом зале или на территории этого храма. Мы каждый ходячая проповедь. И мы каждый постоянно что-то транслируем. Идешь вот так? Ты что-то попроповедовал. В этот самый момент что-то видно сразу. Идешь вот так? Ты тоже привлекаешь внимание. И тоже это информативно. Когда ты стоишь на поклонении, руки в небо поднимаешь. Когда ты прославляешь Бога. Когда ты поклоняешься. И кто-то рядом стоит. Ну да, да. Никто не скажет в этот момент. Вот бездуховный какой. Нет. Твои действия что-то проповедуют, что-то транслируют. Понимаете? Это я еще не говорю о наших устах. У каждого из нас были не один раз события. Когда вы побывали в каком-то месте и вам там сильно понравилось, вы не просто искали удобный случай об этом рассказать. Вы пять копеек свои вставляли даже не в попад. В этот момент кто-то сидел и говорил о каком-то деле, о каком-то бизнес-проекте, а ты тут со своими я в таком ресторане был. Да, или а я вот туда съездил, а я вот там побывал, а я встретился вот там, я сходил на этот фильм, или я посмотрел вот это, или я услышал вот то. Понимаете, о чем я говорю? Все, что нас впечатляет, мы не можем это носить внутри себя. Все события, которые приходят внутрь нас, мы их выражаем. И Бог нас попросил сделать не то, что для этого нужно специальным человеком родиться, для этого нужно приобрести какие-то специальные навыки, пройти весь курс библейской школы, всех этих семинаров. Нет, каждый из нас, каждый из нас, мы уже способны быть этим открытым письмом для этого мира, посланием этой любви. Если Бог тебя впечатляет, если Он тебя наполняет, если ты чувствуешь Его любовь, Он просто говорит, просто этим поделись. Если атмосфера Царства Божия, в котором ты живешь, и в котором ты находишься, праведность, мир и радость Духи Святом, просто это вырази. Совершенный мир, твоя правильная позиция перед Богом, твоя бескомпромиссность, твое отношение к людям, просто вырази. Следующее, чтобы мы исцеляли больных. Ты можешь говорить хоть что и говорить, но ты что, Бог, ты там вот это, ты там вот то. Если в Ветхом Совете о нас было сказано, вы Боги, то в Новом Совете, когда мы наполнены Духом Святым, и мы живем в полноте, наполняющей все во всем, где грех поражен, где ключи ада и смерти Иисус забрал и вручил это нам, то у нас есть полное моральное право сейчас об этом говорить. И не только говорить, а действовать. И когда ты видишь больного, чувствуешь импульс, да? У кого были такие ощущения? Помолиться. И в этот момент ты так... Кто я такой? Импульс к действиям. Бог хочет, чтобы через нас что-то творить. Бог хочет через нас проявлять свое могущество. Ты делаешь свою часть, да, от тебя не зависят времена и сроки. От тебя не зависит тело человека, за которого ты молишься. Но через твое возложение рук, через твою молитву Дух Святой начинает что-то делать, что в эту самую секунду болезни уходят, что органы восстанавливаются, настроение меняется и так далее. И четвертое, что явно я увидел в Новом Завете изгонять бесов. У меня такое иногда ощущение, смотря на верующих, что они не под властью Бога, а под властью бесов. Я сам попадал в эту ловушку, я знаю, что это такое. Как будто бы ты из какой-то ямы. Как будто бы вот эта вот поговорка, которая в мире, да, вот ходит, наверняка вы ее слышали, беда не приходит одна. Цепная реакция, да? И вот здесь запнулся, а там тебя уже запинывают. Это внутренние ощущения, может быть, явно это не видно. Но как часто мы попадаем в эти ловушки, понимая Божий призыв, я не просто имею власть, я призван призван бесов ставить на места. Я призван иметь власть над всякой тьмой. Это мое призвание и мое предназначение. Если ты видишь, что твоя семья разрушается, это бесы, где тебе нужно взять власть над этим и начать повелевать им убираться и утверждать истину Божью. Если ты видишь, что постоянные цикличные диагнозы, которые особенно повторяются из рода в род, тебе нужно встать и заявить о всем том наследии, который Бог уже поместил внутрь тебя и сказать всем этим бесам и проклятиям, вы разрушены, убирайтесь. Если ты видишь постоянно у тебя недостаток, ты работаешь, даешь десятину, ты постоянно жертвуешь, ты не просто жертвуешь церкви, ты щедрый человек, ты благословляешь людей и в этот момент ты чувствуешь какую-то атаку, ты постоянно ощущаешь некий недостаток, ты не имеешь прорыв, в этот самый момент тебе нужно встать и запретить этому духу нищеты. И это все в твоей власти. Как бы классно было ехать на вере пастора. Просто придя в церковь, слушать его проповеди и все. Кто бы так хотел? Я хотел бы первый. Я вместе с вами ничего не делая, не действуя, просто прийти, послушать его. Я вам рекомендую ездить на конференции в другие города, куда ездит пастор. Я еще раз убедился сейчас на конференции в Раменском, на лидерской конференции. Я так смотрю, это мой пастор? Реально? Реально мой пастор? Серьезно? Классно было бы, пришел, просто послушал, побыл, ушел и все во. Или верой лидера жить. Просто притащил свое тело на домашнюю группу и он все сделал. Но ведь многие люди так относятся, типа, что я хожу на домашнюю группу и что? Молодец. Сколько раз я слышал людей, еще я вот прихожу в церковь, что-то вот это, вот то, вот это. Праведный своей верою жив будет. Звук трубы, кто послушен звуку, тот следует, живой. Кто не послушен был звуку, в войне поражение имел. Это не просто история из Ветхого Завета, это прообраз того, как Бог кричит каждому из нас. Иногда звук звучал, звук трубы звучал для того, чтобы определить все сейчас 50 лет, прошло 50 лет, все на свободу. все возвращается, что было утрачено. Но мы из-за того, что невнимательны к этим импульсам. Я помню, был такой, ну, судьбоносный для меня импульс, когда я приехал на конференцию, это было в другой стране, и я слышал призыв, мы с женой молились, чтобы у нас семейный бюджет был 200 долларов хотя бы, ну, исчисления, да, я так вам скажу, то, что была другая страна, и там был призыв пожертвовать тысячу долларов. Мы мечтали, чтобы наш семейный бюджет, и мы давали 20 долларов в десятину, чтобы был 200 долларов, для нас это было вау! И когда один проповедник выходит, начинает проповедовать, и потом говорит, Бог мне положил на сердце сделать необычное. кто готов дать тысячу долларов? Мы мечтаем и молимся, этого еще нет, мы мечтаем и молимся, чтобы у нас бюджет был 200 долларов, призыв тысяча. Вы не представляете, что было вот здесь у меня. Такой какой-то вот взрыв, знаете, как будто бы, ну, это был такой нежный, но яркий. но вот здесь. Тут не просто взрыв был, тут война началась. Да ты гонишь. Знаете, к чему я вот здесь подошел? Это вообще разводняк. Вообще все это разводняк. Вот здесь. Я так сижу и думаю, не пойду. Потому что у меня вот нету, мы вот так вот мечтаем, да, и ключевое слово, которое сказал, я так благодарен Богу, что я попал на ту конференцию, и что тот проповедник сказал это ключевое слово. Он сказал, это для твоего прорыва. И вот здесь у меня была война, но я внутренне встал, иду, и представьте мысли, молишься о семейном бюджете, 200 долларов, 1000 долларов, где взять? И я иду, кто-то идет, ну знаете, вот с таким благоговением, а я озадаченный, у меня в голове мысли, кредит взять, то взять, это сделать, то продать, что же сделать? Я выхожу, и еще наш, ну там пастор стоял, еще кто-то, и один проповедник, там, ну наш знакомый, и он так пастору, а этот дурачок тоже вышел. Но что произошло? Когда закончилась эта конференция, я приехал домой, рассказал жене, ну как бы, а у меня было секретное оружие про нее, потому что она некоторые тоже безумные вещи делала, и меня перед пактом ставила, я говорил, ну как бы, ну вот, я почувствовал, что это к прорыву, он так, ну ладно, Бог дает семя сеющему тогда, давай будем молиться. И я помню, что у меня была возможность даже взять кредит, но Бог так благословил, что мы отдали это семя, и мы в своей жизни, это одно из ключевых событий, которое всегда на моей памяти, из-за моего прорыва. Есть вещи, как импульс Духа Святого к личному твоему прорыву. И знаете, когда этот прорыв приходит, он не приходит, когда у тебя благоденствие, когда у тебя такое классное настроение, когда все идет тип-топ. Чаще всего мы входим в свой прорыв, когда невыносимо вообще. Само слово прорыв за себя говорит, когда ты встречаешь массу противостояния, когда тебе нужно реально что-то сломить, когда у тебя внутренние ощущения, все, еще чуть-чуть, я не то, чтобы вперед, меня просто прихлопнут. Вот это самое ощущение. И есть всегда универсальное оружие, которое использовал апостол Павел и Сила. Это описано в книге Деяний, 16-я глава, 25-й, 26-й стих. Около полуночи Павел и Сила молясь воспевали Бога, узники же слышали их, вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколыбалось основание темницы, точно сотворились двери, и у всех узы опали. Постол Павел почувствовал этот призыв однажды, импульс к определенным действиям, нужно идти и проповедовать Евангелие. Это был замысел Божий для него, с ним пошел Сила. Их арестовали и посадили в тюрьму. Их избили. И вот они лежат в тюрьме, прикованные цепями, по рукам и ногам, избитые. У них наверняка в голове был определенный вопрос. Бог, где твоя благая угодная воля и совершенная? Именно апостол Павел много что о совершенстве Бога сказал и о благости Божьей. Если читаешь Новый Завет внимательно, ты можешь это увидеть. И представьте картины, они лежат в камере, в кандалах и импульс. Давай прославим Бога. давай начнем его возвеличивать. давай его будем благодарить за все. За эту честь и привилегию. Это просто некие знания, которые у них были. За все благодарите. И они в порыве в своей слабости, в своих вот этих немощах, в своих возможно внутренних противоречиях, я знаю, что такое, ты едешь проповедовать и ты встречаешь там массу сопротивления. Ты соприкасаешься с определенными угрозами, когда ты организовываешь какое-то дело Божие и ты встречаешь не то, чтобы открытые двери, а несколько дверей перед тобой закрытых. Одна за другой. И когда вся твоя реальность кричит, да ты гонишь, они в этот момент, давай прославлять Бога, они давай Бога возвеличивать, они давай ему поклоняться, они его так сильно славили в своей этой камере, в своих кандалах, и представьте, что сделал Бог, узы их пали, и не только узы их пали, во всей тюрьме узы пали. Иногда твой прорыв в неблагоприятных обстоятельствах, когда ты слышишь этот звук трубы, когда ты чувствуешь этот импульс Духа Святого, чтобы действовать, он не только тебя без кандалов оставит, он и тех, кто тебя окружает, так сильно благословение проявится, что и у них эти узы падут, и у них темницы откроются, и у них придет прорыв, и в жизни их проявится благословение. Импульс Духа Святого. Можно просто знать, за все благодарите, за все благодарите, за все благодарите, просто знать, за все благодарите, и попадая в обстоятельства, просто начни действовать, просто, реально начни действовать. Ты можешь знать, Духом пламенейте Господу служите, ты можешь это исповедовать, ты можешь каждый день этим молиться, но если ты начнешь действовать, это определенный импульс, который воспроизведет вокруг тебя. То, что ты увидишь, это будет неконтролируемо. Данииле написано, чтущие Бога усилятся и будут действовать. Когда мы чтим Бога, когда мы Ему поклоняемся, когда мы Бога делаем номер один в своей жизни, когда мы сердечно, реально признаем Его господство. Когда ты, имея успех, ты говоришь, это не я, это ты. Когда приходят благословения, ты себя еще больше заставляешь быть смиренным человеком, сокрушенным перед Богом, верный Богу духом. Мысли, которые приходят, красавчик, молодец. Ты говоришь, да, Бог, это твоя милость в этом. Да, я красавчик, молодец. Но если бы не ты, не сам по себе я, если бы не ты, и вот этот самый момент, чтущие Бога, они всегда усиливаются, всегда у людей будет сила противостоять греху, противостоять обстоятельствам, сила пройти это поприще. не только противостоять, сила приобретать богатство, сила принести успех, сила принести прорыв. Написано, чтущие Бога усилятся, и они будут действовать. Они будут действовать. Когда ты слышишь и чувствуешь этот импульс Духа Святого, побуждающий тебя к действиям. Не оставайся в сидячем положении или в лежачем. Когда ты чувствуешь этот призыв действовать, когда ты видишь свое предназначение, чтобы с ним быть, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы исцелять больных, чтобы бесов изгонять. Когда ты знаешь, в чем церковь сегодня живет, чтобы люди спасались, чтобы обучались вере, чтобы активировались дары, чтобы высвобождались люди в свою судьбу. Не будь равнодушным, будь активен в том, чтобы действовать. Сколько людей сегодня ждут некого побуждения. Апостол Павел, силой, находясь в вузах, у них не было такого яркого побуждения, как это бывает, когда хорошее настроение. Они были избитые. Они были в околах. Весь их здравый смысл кричал. За что благодарить? За что прославлять? Больно! Мне тяжело! Мы здесь несправедливо! Мы не должны быть здесь! Иногда знания, правильное знание, это тоже импульс Духа Святого. Разумеешь делать добро, и не делаешь грех. Поэтому нам нужно учиться развивать в себе это чутье, понимая Слово Божье, понимая сегодняшние ситуации, обстоятельства, и проверять себя. Написано всего, испытывайте хорошего, держитесь. Я верю в прорыв. Я верю в Божье предназначение. Я верю в Божий призыв, который связан с тем, чтобы мы действовали. Давайте мы поднимемся. Субтитры создавал DimaTorzok